Есть. Есть. Опа. Красавчик. Ребята, всем привет. Выскочил опять посидеть на спиннинге. Вот такой сильный ветер все не дует. Он по кустам видно, аж ветки ломает. Но порыбачить охота. Вроде тепло, солнышко светит. Закинул три спиннинга для пробы. Это вот еще новый амуток я нашел один. Скорее всего все же петь будет на камеру. Но вот такой вот красавчик попался. Может быть даже и попадется сазан. Рыба есть тут вроде. Глубина тут тоже метра четыре, наверное, не меньше. Прям яма сразу туда, свал идет. И вот прямо здесь вот напротив забросил. Была поклевочка. Сейчас буду еще два спиннинга ставить. Не знаю, может быть и порыбачим. Маленечко и поймаем сегодня. Сейчас будем складывать их в новый садочек. Вот такой, как у меня и был раньше. Долго с Алиэкспресса шел. Слушайте, на месяца полтора в связи с этим ковидом. Вот такой длинненький, удобно в воду опускать. Сейчас мы его сразу в наш новый. О, клюнул, кстати, набоил. И подвязок на них неплохо берет. О, и карась. Все. И в воду. Сазана давно уже не было. Даже с собой подсак не беру. Что-то на сазана вообще, видать, он прошел весь скатился. Все та же соска. Только место другое. Здесь вообще впервые. На этом омуте я никогда не рыбачил. Но бывает такое, что приезжаешь с первого заброса, сразу клюет, а потом сидишь долго и поклевок нет. Забиваю кашей и бойлики надолго хватает. О, так вот кашкой раз и поводочки заправляю на случай вдруг сазан высосит. Кстати, вот деревня от меня, не буду говорить какая, буквально, ну, наверное, в 500 метрах рыбаков нет. Все, забрасываем сюда же, в это же место, где я клюнул. И раз. Вот где-то здесь у меня стоял. Вешаем колокольчик. Давай, 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 давай. Вставай. Есть. Еще один. Блин, ну, есть карасик, значит, должен быть и сазанчик здесь. Есть рыбка. Хорошая, крупная. О, как играет нифига. Аж фрикцион срабатывает. Но этот омут, конечно, поменьше. Поменьше. Но, опять же говорю, здесь просто не было людей. О, какой. Сейчас завешаем. Я думаю, грамм 800 железного в нем есть. Так, тише, перепутаешь все. А вот этот клюнул на пустой крючок. Вот просто сосал кашу, смотрите. У меня тут всего лишь два бойлога было подето. Ой, а губа-то какая. Его уже ловили. Смотрите, губу ему отрывали. О, у него нет передней губы. И он все равно попался. Ну, в 600 грамм, я думаю, не 800, но 600 будет. Сейчас посмотрим. Нолик. 700 грамм. На 100 грамм ошибся. Не 800 и не 600, а 700. 700 грамм ровно. Нормально. Второй. Ну, вот хоть так, ребят, хоть так. И то хорошо. Высосал пустой крючок. Как я им и говорил, бойлы он игнорировал. Бойлы ему не очень понравились, а вот каша ему очень понравилась. Сейчас я, смотрите, эксперимент проведу. Смотрите, сейчас сыпану свою кашу вот сюда. И увидите, что будет через пять минут. Смотрите. Вот сюда посыпаю. Вот сюда. И посмотрите, что будет через пять минут здесь. Я вам на основную камеру покажу. Так. Давай в эту же ямку. Опа. Под самый берег. И там прям обрыв. Большой обрыв. И там стоит у нас рыба. В этой яме. Ага. Так, колокольчик. Спиннинг вот так вот сегодня низко поставил, потому что, опять же говорю, ветер. Сильный ветер не даст. Колокольчики аж начинают на ветру звенеть. Поэтому пониже опустил. Ага. Подтянем маленько. Петеночку, чтобы натянутая была. И ждем дальше. Вот на этот тоже укололся. Укололся, но вовремя выплюнул. Не подсекся. Кто тут у нас? Кто-то попался. Опа. Есть. Третий. Вообще отлично. Что-то я на этот умоток раньше не ездил. Рыба есть здесь. Возможно, вполне вероятно, что здесь мог и остаться действительно сазан. Будем надеяться, но сегодня разведка у нас с вами. Но что-то помельче тащу. О, сошел. Нифига себе. Оторвал крючок, ребят. Оторвал крючок. Надо сюда что-то помощнее привязать. Крючок оторвал. Жалко, с крючком ушел. Жалко. Ладно. Сейчас перенастроим наше удилище. Не успел поставить четвертый спиннинг. Опа. И опять поклевочка. О, хорошенький, хорошенький. Там еще на дне какие-то видать коряги. За что-то цепляюсь. Как дергает, как подъязок. Такой прям путний карасик, видимо. Я не думаю, что здесь подъязки остались, Пади. Пади уже нет. Должны были все уйти. О, смотри, под берегом что творит. О. Можно фрикционно заслабевать, может оторвать. Ну это, наверное, не карась. Пади подъязок. Что это? Карась? Точно хороший карасик. Опа. На бойлик взял. На бойлик, на желтенький, какой мы сейчас подденем. О какой. Здоровый. Хороший карась. Все крючки позаглотил. И бойл ухватил. Ох, карась жадный. Ну если его здесь немного. Но если он, видать, есть, то хватает он очень хорошо. Ну вот уже третий. Уже не зря. Это мы еще три спинга закинули. Опа. Нормально. Забиваем. Видать, пока кашу всю не съест, не хватает бойлы. Сейчас я буду каши чуть-чуть поменьше забивать. Чуть-чуть поменьше будем. Видать, каша вкуснее, чем эти бойлы. Так. Вон люди пешком с деревни пришли. Как тебя зовут? Ярослав. Ярослав. Он пешком пришел. То есть мы прямо за огородами рыбачим. Ловим за огородами. Люди ездят куда-то далеко. Далеко. А я решил попробовать прямо за огородами. А так, рыбаков здесь видишь, бывают, нет? Редко. Редко? Раньше, когда воды было, было меньше, было больше людей. Больше, когда воды, наверное, было. Понятно все. Сейчас попробуем еще ближе к тому берегу. Там вообще прям яма долго опускалась. Может быть, еще лучше клюнет. Так, а четвертый давайте вот сюда попробуем. В яму. Там тоже яма. Ну-ка. Тонет, 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 тонет. Оп. Ну тут поменьше ямка. Может быть, туда на бровку выходит. Сазанчик у нас. Или карасик. Сейчас мы тоже его здесь. Опа. Поставим. Тут тоненькая плетеночка. Тут еле видно. Поклевки будет. Во. И колокольчик. Все, отлично. Что-то солнце село. Я замерз. Надо куртку одевать. Это прям продувает. Ух ты. О. Ватерок так и не стихает. Вроде уже дело к вечеру. Четыре спиннинга стоят. Сделай с собой еще дорогие. На всякий случай. Вожу их с собой. Вожу. Хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Но редко их забрасываю. Но нет смысла. Не вижу я тут шесть спиннингов ставить. Я и так уже весь этот амуток. Вот там поворот. Речка узкая, узкая идет. И вот там поворот. Амуточек. Ну вот здесь скапливается. Поглубже рыбка прячется. Давай, 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 давай. Все, наверное, укололось, нет? Опа. Есть. Ага. Ну сейчас убежала она белый. О, как тянет. Караси тут монстры у вас просто. Угу. Просто монстры, а не караси. Слушай, я даже, наверное, посолю сегодня приеду. Прям свеженьких карасиков с пяток себе поймаю. Ой, ой, нифига как прет. Посолю. Нифига таких карасей. Ох, нифига. Давай завешаем. Надо завешать. Да круглый какой. Маленький. Прям вообще. Кабанчик. Я думаю тоже грамм шестьсот с лишним. Шестьсот точно с лишним. Это вот прям точно. И опять же сделал не на бойло, просто высосал пустой крючок. Просто пустой крючок. То есть вот если закинем ему просто бойло, он и клевать не будет. А пустой крючок он самопроизвольно засосал. Так. Нолик. Поехали. Опа. Семьсот. Двадцать грамм. Они тут все стандартные. Семьсот. Семьсот. Хорошие караси. Хорошие. Отличные. Опа. Беги, друг. Плавай там. Опа. Отлично. Везде клюет. Везде. Взял на пустой крючок. Это уже у нас второй на пустой крючок клюнул. Каша, ребят, рецепт каши у меня на канале есть. Одни и те же вопросы. Еще, наверное, года два назад скидывал. Прямо набирайте рецепт от сибирского странника. И у вас в ютубе вылезет каша. По-моему, так я записал. Каша от сибирского странника. Чтобы проще было найти. И вот, опять же, пустые крючочки я наполовину заправляю. Сосез он кашу. И не хочет он было эти жрать. Не хочет. А вот кашку он высасывает. Не видит в ней тут какой-то опасности. И засасывает крючки. Все. Отлично. Где он настоял спинник? На той стороне? Под берегом. Давай туда же бросим. Туда же сейчас закинем. Ну, два бойдока наружу. Остальные крючки все спрятал. И под ту сторону. Опа. Отлично. Тонет, 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 тонет. Слушай, ну какая там глубинища-то, а? Ох, только сейчас утонуло. Слушай, ну метра четыре там точно, наверное, есть. Прямо глубоко чувствуется. Что глубоко. Так, куда я колокольчик дел? Вот он. Отлично. Четыре карася уже, да? Четыре. Вот так бы было тихо, хорошо. Все поклевки видно. Даже малейшие. Может быть, все-таки он стихнет ветер. Надо было спинник на щуку взять, попробовать здесь покидать. Может быть, и щуку поймал. Давай, сидит. Да как он осторожно прям клевал-то, а? Ты смотри. А что, колокольчик отпал, да? Я в азарте. Видишь его, да? Ох, нифига как ведет. Вот это там карась, походу, дело. Он даже не видно было. Ого! Даже не видно было, как он клевал. Во, блин. Ага. Ого! Ну, этот на бойл взял. Этот взял на бойл. Блин, они все тут одинаковые вообще. Ну, может, чуть-чуть побольше. Этот, может, грамм на 800. Может быть, на 800. Может, на 750. Ну-ка, сейчас посмотрим. Все стандартные. Спасибо. Все стандартные они тут. Сейчас посмотрим. Нет, этот, наоборот, поменьше. 655. Этот какой-то плоский. Те были толстые, а это какой-то худенький. Вот у них какие-то... Ну, после нереста. Да нереста давно закончился. Ну, у них четыре раза в году, может быть, это опять нерест. Круглый год нерестятся. Караси у нас. О, и пятый карасик. Отлично. Красота. На бойлик все-таки клюнул. На бойлик. Да, я сейчас удочка его достану. Где он? Где-то здесь. Вот такой вот у нас уже улов. Ну-ка. Опа. Во. Нифига мы тут уже наворотили. Класс. Ладно, пойдемте, покажу вам. А то многие думают, что это озеро какое-то платное. Сейчас я вам покажу. Сейчас обойдем. Покажу вам на той стороне, вон, какая узкая речка. Сейчас пройду, покажу вам, что там течение прям. Что это никакое не озеро. Сейчас продемонстрирую вам. Вот смотрите. Вон у меня стоят удочки. Вон они. Удочки паренек. С деревни, который пришел. А вот. Речка узкая. С течением. Это вот коряги. Когда много было воды нанесло. Смотрите. Вот я вам сейчас пройду. И покажу. Вот оно течение. Речь какая речка. Там она метра три-четыре. А вот он уток. Где мы рыбачим. Вот оно. Широкое место. Вот тут глубина где-то может быть полметра. Может быть метр. А здесь яма четыре метра. Ну тут мы ловим с вами. А может было здесь даже по денег попробовать. Может быть и ловилось бы. В общем течение видно. видно. Я думаю что хорошо видно. Бурлит течение. Ладно. Пойдемте ловить наших карасей. Ну сазана нет. Уже полтора часа сижу. Вот пять карасей мы наверное поймали. А сазана нет к сожалению. А вот такие деревья выросли у нас по всем берегам. Раньше берега были чистые. Сейчас вот такое появилось дерево. Где мы набираем толовых червей. В общем все берега покрыты. И вот эти вот ветки сухие отпадают. И мы потом цепляемся за них удочками и спиннингами. Видите вот высох куст. И он сейчас просто в следующем году уже вот так вот будет отваливаться. В воду это все будет падать. Вот отсюда все берега и все дно у реки захламлено вот этими ветками. А раньше берега были чистые. Кто-то завез вот эти палки в виде тычек. Воткнул я стоял на берегу. Они очень хорошо приживаются. И потом вырастают вот такие деревья. Что клюет? Не клевало? Щука плюхнулась. Щука плюхнулась? Ладно сейчас все равно что-то клюнет. Неужели здесь нет ни одного сазанчика? Почему нет не клюет-то? Карась-то неплохо клюет. У нас сазанчика нет. Давай-давай. Давай! Есть! Блин вообще же не видно поклевки было. Да что же это такое? Рыба вообще стала. Наверное крайний ребят. Что-то мы так замерзли. Ветер опять раздулся. Смотри что творит. Вывезти его не могу нифига. О, сопротивляется а. Во дает. Вот это карасище так карасище. Давай-давай-давай-давай. Только не уйди. Ого. Тут можно фрикцион ослабить. А то плетенка тонкая оторвет. Ого. Так кто там? Ого. Тише-тише-тише. Вот это карась. Так карась. Вот этого мы с тобой завешаем сейчас. Ну слушай это больше килограмма. С такими карасями нам не нужны сазаны. Ё-моё. Я думаю что фрикцион надо ослабевать. Смотри тут крючков много. Давай я возьму. С такими карасями ребята. А еще так тонко-тонко брало. Вообще еле-еле. Ну я думаю тут кило. Кило пятьдесят. Да? Или так. Ну-ка. Побемс. Кило сто двадцать. Кило сто двадцать пять. Класс. Вот это я посолю карасей. Караси как сазаны. Вот это монстры. А чё. Ну и зачем сазаны с такими карасями. То же самое. Жирнючий. Здоровучий. С таких можно хоть хе делать. Хоть коптить. Хоть солить. Хоть жарить. Класс. Да. Ну что ребят. Сейчас будем прощаться с вами. Покажу наш улов. Потому что холодно стало. Вообще. Вот солнце село. В мой новый. О какой классный. Садочек. Да. Ну конечно не для сазанов. Пилами его изорвешь весь. А вот карасей. Одно удовольствие. О какие. Огромные караси. Ну тоже пилами цепляются. Надо аккуратно. О. Красотень. Один к одному. Тринадцатый номер крючки. Мелочь отсекаем. Во. И один конечно вот такой. Вот это карась так карась конечно. О. Ожил. То еле клевал с икрой все. Домой приду и икорки посолю чуть-чуть свежей. Вот конец лета караси с икрой. Холодно. А не с икрой. Посолю. Икорки. Посолю вот такие хоть пять лаптей. Хватит нам вполне. Попробую двое суток посолить. И маленько вымочить. Должны вообще вот такие классные быть. Ладно. А вот еще один спрятался. Я думаю что так мало же. Да больше должно быть. О зацепился. Еще один зацепился тут. Вот. Пилой своей. Во. Шесть. Вообще класс. Шесть штучек. Отлично. Прям вот. Сейчас я вам покажу ребят. Во. Подымаюсь. Во деревня. Вот такой тут обрыв. Вон они дома. А вот я сижу. А вон дома. Прям возле деревни. Оп. Класс. Ладно. Буду потихонечку все уносить в машине. Рыбалка удалась. Сейчас рыбка маленько сбежит. Хорошо. Будем помаленьку все собирать. Классно. Время ребят. 7 часов 36 минут. В общем пол восьмого. В общем до пол восьмого. Примерно поклевки были. Даже вот сейчас червей одел. Снял бойлы. И даже на червей не берет. Так то бы еще клевать и клевать ей. Но не хочет. Не знаю с чем связано. Возможно вот опять же осень. Летом бы еще клевала. Поэтому наверное надо пораньше приезжать. Часиков 4 уже можно здесь сидеть. Вовсю ловить. Да она возможно и днем будет клевать. Все ребят. Нет больше у меня терпения сидеть. Вот сидим еще 30 минут. И ни одной поклевки. Вон уже луну видно. Вон луна. Солнце совсем село. Все. Собираемся домой. Улов я вам показал. Нормальная рыбалка за деревней. Дай бог каждому такую. Давайте всем счастливо. Всем пока. Завтра наверное поеду на охоту.